Далее я прочитала такую книгу, как «Сто великих любовных историй», но я уже, по-моему, двухкратно рассказывала об этой книге, поэтому повторяться я не буду, я сразу вкладываю в сторону. Недалеко сегодня я дочитала такую книгу, как «Воспитай себе друга» автора Виталия Нехаева, вот тут кисточка болтается, я читала её с помощью вот такой вот закладочки с щенятами, вот, как бы история этой книги. Я всегда очень любила животных, собак, конечно же, в том числе, обожаю их, как и прочих, и детстве я обожала все книги, которые касаются собак, их вот дрессировки, и у меня была вот такая книга, причём, наверное, даже в точности такая же, потому что здесь год издания 92-й, но потом мои родители подарили эту книгу нашей родственнице, которая собиралась приобретать собаку, и, как бы, я недавно на озон.ру нашла книгу в том же издании, в год издании, что была эта, и я решила её заказать, о чём даже я не жалею, она, ну, судя по стилю, она предназначается всё-таки, правда, для детей, всё-таки такого более детского формата, она хороша тем, что она интересно-таки повествует о том, как в обычной московской семье появился щенок, порода дамперма, под кличкой Айк, вот, и, например, рассказывать какая-нибудь история из жизни, какую бы выбрать, например, в «Медной дружбе» ситуация, когда автор книги ехал в электричке, и вместе со своим питомцем, и просто, ну, один из пассажир, когда жил, ему деньги за собаку, и тогда спросил, что какую-то хочешь цену, он ответил, нет такой цены, то есть, что, правда, это, ну, как, это же всё равно, что друга, мать свою продать за деньги, это предательство, то есть, и тут же идёт такой небольшой момент, когда автор пишет уже документально, что это плохо, что человек, который своего питомца продал или отдал кому-то, просто потому что, ну, надоело ухаживать за ним, или просто потому что у питомца какая-то есть прыжка, которая раздражает его хозяина, то он когда-нибудь предаст и человека запросто, вот, там, допустим, автор рассказывает о том, как, что щенок не хотел сначала, там, допустим, не знаю, вовремя есть, да, то тут же идёт и в документальном плане, что как следует кормить щенят, как, ну, воспитать его к тому, чтобы вовремя есть и, соответственно, вовремя выходить, то есть, привлекается художественное повествование с указаниями, как правильно адресировать щенка, мне кажется, это очень важным. Также мне очень понравилось, что здесь есть такое генеалогическое древо собак, и, напоминаю, книга писалась, издавалась в 92-м году, писалась, наверное, ещё раньше, и сейчас могло всё измениться, но книга, она выглядит таким вот образом, и вот внизу, я горда была, когда увидела это, в корне стоит после древних волкообразных старинная борзая и русская борзая, и только потом собаки древних египтян, обычные волки и шакалы, то есть, я прям сгородилась. В начале книги на вот таком вот разороде приведены, ну, самые распространённые короды, и в конце тоже такое есть, и в середине такое есть, и в конце уже в документальном плане описываются очень коротко очень разные породы, ну, как бы, буквально физические данные, как бы, насколько подаётся дрессировке, степень волосатости, и немножко историю в России, когда была заведена, или там, когда была порода сама создана, вот. То есть, я её прочитала, как бы, то есть, что просто захотелось прочитать что-нибудь такое наивное, детское, хорошее, положительное, милое, славное, вот. И вот эта книга, она, конечно, лучший друг в этом плане, лучший выбор в этом плане. Следующая книга, которую я хочу сказать, это «Каждый хочет любить», Марка Леви. На самом деле, книга мне не понравилась категорически. Это история о двух друзьях, но Леви написал о них так, словно они супружеская пара, ну, просто так социальные роли между ними распределены, и характеры у них такие, что сидишь, и правда, у тебя ощущение, что ты читаешь, как, ну, вот о супружеской паре. Причём, никакой особой сюжетной линии я не заметила. То есть, такое ощущение, будто автор писал, ну, вот, какая мысль у него была, голова, он тут же её, хоба, и задокументировал, скажем так, да. То есть, ни о чём, никакого смысла. Всё совершенно размыто, и я, я не знаю, я еле добила эту книгу. Язык неплохой, ну, талант не пробьёшь, да, но... Ощущение, что сюжета вообще никакого нет, и есть определённые герои. И вот вокруг них и тянется на протяжении всей книги вот эта вот размытость какая-то совершенно мне непонятная. Следующая книга, о которой я хочу сказать, это Пётр Алексея Николаевич, Пётр Первый. Мне кажется, роман Акунина «Девятый спас» очень похож на роман Толстого, только если Алексей Николаевич делает упор, акцент на истории, то Акунина «Приключения и драйв-дюзи» так очень похожа. Эпоха та же. Ну, так же друзья там всё. Послеживается путь от их детства до становления. Вообще, я должна заметить, книга напоминает больше учебник истории, написанный немножечко в таком литературном жанре, ниже наоборот художественную литературу с упором на историю. Очень понравился момент в книге, когда герой начинает впечатлять свой родословный, значит, помешан на родословных. Цитирую. «Род наш от князя Лычков в XIII веке вышел он из Угорской земли Лычков князь с тремя тысячу копейщиков, и от Лычки Лыковы пошли и князья Брюхаты, и Таратухины, и Супоневы, и от младшего сына Буйносовы». О, как! Эта грандиозная книга, несомненно, заслуживает к себе внимания. Единственное, что, может быть, её будет трудно читать, именно в плане, что она очень-очень долгая. Но, несомненно, прочитать её стоит. Сисилия Ахерн «Там, где ты». Сначала мне показалось, что очень смахивает на милые гости. Но нет, не то. Скорее, это похоже на Арнию, только без шкафа и без вот этих вот сказочных каких-то персонажей. Думаю, книга очень поможет в моральном плане именно тем людям, которые потеряли своих близких. И, мне кажется, книга просто им в помощь в моральном плане. И молодец просто Ахерн, что написал такое произведение. Очень рекомендую, конечно же, как и выводится в её книгах в конце. И не обошлось без пары слезинок. Но книга, конечно, отличная, как всегда. Далее я хочу сказать о такой книге Бориса Акуина, как-нибудь классное чтение. Здесь два тома. Есть ещё в природе, в детском изложении эта книга. Но я сейчас, конечно, буду говорить о полной версии. Наверное, её следует считать продолжением сюжетным. Книги Алтын-Талабас, в какой-то мере, я думаю. Сюжет какой? Недозначный. Там перекатываются друг с другом две эпохи. Эпоха правления Екатерины Великой и, так сказать, современная действительность более-менее. Причём та часть сюжета, которая повествует о Екатерине Великой, там рассказывается об прапрадеде, наверное, главного героя, о котором говорится в той части сюжетной линии, где в современной действительности происходится. То есть, другими словами, повествование идёт об одном роде. И вот эта вот перекличка поколений в разные эпохи придаёт книге особую пикантность, а концовка просто шикарная. Она неоднозначная. И хотя я... Что? Вот. И сколько раз я уже причитываю эту книгу, столько раз я не умываю по поводу концовки в хорошем плане. И это хорошо. Америя Стюарт. Называется книга «День гнева». Это одна из книг Артуриана, но когда я начинала её читать, я не знала, что есть на таке. И как бы, как оказалось, это предпоследняя книга из этой серии, посвящённая Артуру. На самом деле, ну, учёным же ещё не доказано, что правда был Артур и всё такое. Ну, как бы, я свято в это верю. И, как бы, как всегда, ну, какое было всегда отношение у людей к этой истории, что Артур и Мерли светлые, там, Ланселот и Геневра, они какие-то серые, а Моргана и Мордор, они тёмные, да. Вот в этой истории Мерли Стюарт, а ей можно верить, потому что она, ну, как бы, изучала... изучала Артуру в историческом плане, то есть, ну, ты меня поняла. Она повернула угол зрения на эту легенду под таким углом, прошу прощения за эту автологию, что Мордор вырисовывается не таким уж и отрицательным героем. То есть, вот те нехорошие вещи, которые он сделал, эти поступки, они были продиктованы волей случая, либо какой-то вот неосведомлённостью в чём-то, чем, нежели тем, что он вот такой вот плохой изначально. Словами Мордор она оправдывает. Единственное, что мне не понравилось, в конце она слишком много случайностей привела, слишком много. Это, будь их поменьше, книга была бы идеальна в этом плане, но вообще мне понравилась книга, конечно же.